Пау! Друзья, приветствую! Меня зовут Илья. Желаю вам отличного настроения и хорошего дня. И знаете, у меня тысячу лет уже не было такого состояния, когда ты стоишь в магазине, держишь в руках два продукта и не знаешь, какой выбрать. Причем я сейчас говорю не о печеньках и колбасе из Ашана, а именно о технике. На Медне я крепко убедился в мысли о том, что мне всенепременно необходимо приобрести наушники с активным шумоподавлением и отправился в специализированный магазин наушников за Bose QC35. Но так как у меня на столе стоит коробка не с Bose QC35, можно заподозрить, что что-то где-то пошло не так. Давайте расскажу поподробнее. Погнали! Вообще, что такое активное шумоподавление и зачем оно нужно? В такие наушники встраивается хитрая система динамиков и микрофонов. Микрофоны ежесекундно отслеживают окружающий вас шум, а динамики генерируют звуковые волны, инвертированные тому шуму, который получили микрофоны, тем самым гася окружающий шум. И в итоге, когда вы надеваете на голову такие наушники, они не только изолируют шум благодаря плотному прилеганию чашек к ушам, но еще и за счет умной электроники. Поэтому окружающий шум вы вообще практически не слышите. Если вам интересно узнать, какие модели с активным шумоподавлением на рынке есть, вы потратите на это минут пять, потому что их всего две. Во-первых, это уже упомянутый Bose QC35, золотой стандарт наушников с активным шумоподавлением. И эта хитрая американская компания Bose запатентовала в свое время все, что можно, тем самым создав сложности другим производителям наушников, которые тоже бы хотели играть на этом поле, но не могут этого сделать, потому что так или иначе нарушают патенты. А вот хитрецы Sony смогли не только обойти эти патенты, но и создать продукт, который в чем-то даже превосходит оригинал. Вообще, вот эту модель, MDR1000X, посоветовали мне вы, мои подписчики, со словами, что Bose QC35 звучит как AirPods, вообще возьми, Соньки, не мучайся. И я пошел, послушал, 40 минут докапывался до продавца, мы с ним обсуждали детали и тонкости каждой модели, и в итоге уже под самое закрытие я решился, беру Sony. Почему? Какие плюсы я нашел в Sony относительно Bose? Чем они лучше QC35? Ну, во-первых, это, конечно же, внешний вид, это вещь, которую я ношу на себе, соответственно, я хочу, чтобы они хорошо выглядели, хотя QC35 в черном цвете тоже очень даже ничего, но Sony выглядят посовременнее и даже в какой-то мере, мне кажется, подороже. Здесь снаружи синтетическая кожа, внутри тоже синтетическая кожа, черные, стильные, красивые, но слишком массивные, как мне показалось. Во-вторых, как бы мне, наверное, не хотелось это признавать из-за своих личных симпатий к Bose, Sony звучат чуть получше. У Bose отличный бас, он четкий, собранный, он не разваливается в нечто непонятное, вообще сложно описывать звук словами, но я постараюсь. У Sonic же его все-таки больше, да, он может быть чуть менее четкий, но его больше и сама громкость наушников Sony, максимальная, по крайней мере, мне показалось чуть выше. В-третьих, это сама по себе техническая навороченность. В Bose шумодав как бы всегда включен, вы с этим сделать ничего не можете, выключается он только тогда, когда наушники садятся. Здесь же я могу выбрать из нескольких режимов, например, сделать так, чтобы наушники пропускали голос, чтобы я, в свою очередь, не пропустил какое-то объявление станции метро или посадку на самолет или что-то еще. Но справедливости ради скажу, что по качеству шумоподавления и QC35, и MDR1000X после моих тестов этих наушников в метро показали себя великолепно. Я практически не слышал поезда. Да чего там, давайте я попробую вам это продемонстрировать. Все-таки чувствуется, что моделька Sony больше нашпигована всякими технологическими нововведениями, особенно хорошо они должны играть с смартфонами Sony, с Hi-Res Audio и прочим-прочим, но относительно звука и с iPhone, и с различными Android, MDR1000X меня не разочаровали. Звучат они всегда стабильно, хорошо как по проводу, так и по Bluetooth. Но после полутора недель активного использования я могу назвать один плюс у Bose QC35, который перекроет абсолютно все плюсы Sony MDR1000X. После того, как вы надеваете на голову Bose QC35, вы, во-первых, оказываетесь в своем уютном мерке, в котором нет шума и только музыка, впрочем, это применимо и к Sony, но в то же время в Bose вы можете вообще забыть о том, что наушники у вас находятся на голове. Они легкие, они очень удобные, в них не потеют уши, а в Sony, кстати, потеют еще как, и это, как мне показалось, действительно важно. Я бы даже, может быть, пожертвовал качеством звука в пользу такого уровня удобства, как предлагает Bose QC35, да и к тому же жертва эта будет не слишком-то и большая. Там, где, грубо говоря, Sony звучат на 10 из 10, Bose будет звучать на 9 из 7. Не верьте тем людям, которые говорят, что QC35 звучат очень плохо и как-то вообще очень своеобразно. Нет, у них отличный уровень качества звучания, пока у них не села батарейка. Вот по проводу там уже все не так здорово. Относительно технических характеристик я специально вообще ничего не затрагивал. Да, 40-миллиметровый драйвер, да, 46-омные наушники. Если вам интересно именно это, в описании я для вас оставил полный список технических характеристик. Самое важное, что мне кажется нужно знать, это то, что весит MDR-1000X приличные 275 граммов и на голове они чувствуются, в отличие от QC35. Вообще слишком много, как мне кажется, параллелей с QC35. В первую очередь из-за того, что это единственные модели на рынке, которые можно прямо друг с другом сравнивать. Если вы себе уже купили QC35 и сейчас думаете, блин, лучше бы я, наверное, взял Соньки, не думайте так, не лучше. QC35 это абсолютно равнозначная по качеству покупка. Это отличное вложение денег в очень уютные наушники, которые отсекают все ненужное вокруг и дают вам погрузиться с мыслями в музыку, которую вы любите. Я крайне доволен тем, что я купил себе наушники такого типа, потому что теперь, когда я езжу в метро, я не слышу стук колес, я не слышу разговоры других людей. Я слушаю только музыку, это невероятно здорово. Вы знаете, это как моя любимая аналогия с быстрой зарядкой, единожды попробовав, уже отказываться вообще никак не хочется. Если у вас даже в принципе в планах не было покупать себе наушники с активным шумоподавлением, слушайте, зайдите в какой-нибудь магазин, где можно попробовать такие уши и просто оцените, просто для себя, чтобы понять, о чем я сейчас вам рассказывал. Если вам это видео понравилось, обязательно поставьте большой палец вверх, и я всегда рад новым подписчикам. У меня для вас еще много всего интересного. До скорой встречи здесь, на ютюбе. Пока-пока. Чуть не упали. Субтитры сделал DimaTorzok